На современном этапе развития средств вооруженной борьбы и в первую очередь космических средств разведки, беспилотных летательных аппаратов, высокоточного оружия на первое место выходит время реакции на изменения условий обстановки. Именно поэтому на вооружении зенитных ракетных войск состоят зенитные ракетные средства, способные вести борьбу как по воздушным, так и по наземным целям, как с места, так и в движении. Вы можете наблюдать, как выполняется мероприятие по подготовке к стрельбе. В созданной группировке войск противовоздушной обороны и радиелектронной борьбы поставлена задача на прикрытие объекта и организацию борьбы с беспилотными летательными аппаратами, оперативно-тактическими и крылатыми ракетами условного противника, обозначенных различными типами мишеней. Отражение удара спланировано по шести этапам на двух полигонах. Ашулук в Астраханской области и здесь, на Подмосковном Алабино. Первый этап. Уничтожение разведывательного беспилотного летательного аппарата и беспилотного летательного аппарата на ведение и целеуказание средств высокоточного оружия и крылатых ракет. Второй этап. Уничтожение средств высокоточного оружия и крылатых ракет. Третий этап. Уничтожение баллистических, оперативно-тактических и крылатых ракет. Четвертый этап. Отражение удара оперативно-тактической авиации. Пятый этап. Уничтожение ударных беспилотных летательных аппаратов легкого класса боевыми машинами «Тайфун ПВО» и наземных целей пушечным каналом зенитно-ракетного пушечного комплекса «Панцирь-С». Вы сможете наблюдать на больших экранах прямую видеотрансляцию с полигона «Ашулук», которую обеспечивает телеканал «Звезда». Шестой этап. Уничтожение и противодействие разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратам легкого класса типа «Квадрокоптер» будет продемонстрирован на полигоне «Алабин». Обратите внимание на экраны, друзья. Вашему вниманию представлена прямая видеотрансляция боевого порядка группировки противодействия беспилотным летательным аппаратам, оперативно-тактическим и крылатым ракетам, развернутые на полигоне «Ашулук». Ну что ж, боевая работа разрешена. В качестве легких, ударных, беспилотных летательных аппаратов используются мишени Е-95, имитирующие беспилотные летательные аппараты типа «Хантер». Произведен запуск первой воздушной мишени. Итак, вторая мишень в воздухе. Мишень обнаружена. Произведен захват цели. Пуск ракеты. И мишень уничтожена. Боевую стрельбу выполняли боевые расчеты зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2». Вы можете наблюдать на экране, как боевую стрельбу выполняют боевые расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Итак, мишени обнаружены. Производится захват целей. И пуски ракет. Ну что ж, мишени уничтожены, друзья. В качестве крылатых ракет используются ракеты «Мишени-9Ф-840ЗИНМ «Саман», созданные на базе зенитной управляемой ракеты зенитного ракетного комплекса «ОСА» и имитирующие крылатые ракеты с полетом на сверхзвуковых скоростях 550 метров в секунду и полетом на высотах от 50 метров до 5000 метров. А по баллистической программе полета на высотах до 13 километров. Итак, друзья, произведен запуск мишени «Саман». Мишень обнаружена. Произведен захват цели и пуск ракеты. Мишень уничтожена. Боевую стрельбу выполняют боевые расчеты зенитного ракетного комплекса «Тор-М2». Произведен запуск еще четырех ракет-мишений «95Я-6», имитирующих средства высокоточного поражения. Интервал запуска мишени минимальный. Боевую работу ведут боевые расчеты зенитного ракетного пушечного комплекса «Панцирь-С» и зенитного ракетного комплекса «Тор-М2». Итак, мишени обнаружены. Производится захват целей. И в отпуске ракет. Есть мишени уничтожены. В качестве крылатых ракет используются две ракеты-мишени «Армавир-МВУ». Произведен запуск двух маловысотных ракет-мишений «Армавир-МВУ». Мишени на курсе. Программу полета выполняют. Ну что ж, а вот и обнаружены мишени. Производится захват целей. Пуски ракет. И крылатые ракеты уничтожены. Боевую стрельбу выполняли боевые расчеты зенитного ракетного комплекса «С-400». По данным средств радиолокационной разведки получена информация о применении противникам баллистических и оперативно-тактических ракет. Командирам группировки «Ашулук» принято решение на их уничтожение. Ракеты-мишени на подготовке. Интервалы запуска ракет-мишени составляют 5-10 секунд, что соответствует первой категории сложности воздушной обстановки. Задача на поражение баллистических целей поставлена боевым расчетом зенитных ракетных комплексов «С-400». Аналогом системы «С-400» является система «МИМ-104 «Патриот», которая уступает по дальности поражения аэродинамических целей на 90 километров, а баллистических ракет на 15 километров. При этом система «С-400» обладает большей дальностью обнаружения воздушных и баллистических целей, а также меньшим временем развертывания в боевое положение. Вы наблюдаете пуски ракет-зенитных ракетных комплексов «С-400». Баллистические цели уничтожены. Удар оперативно-тактической авиации обозначен запуском высотной ракеты-мишени «Армавир ВУ», ракет-мишени «С-3-2-1А» и «Саман». В течение двух минут будет нанесен удар воздушных целей с различных направлений на средних и малых высотах. В отражении удара будут участвовать комплексы средней и большой дальности. Произведен запуск высотной ракеты-мишени «Армавир ВУ» и двух ракет-мишеней «С-3-2-1А». Мишени на курсе. Программу полета выполняют. И боевую стрельбу выполняют боевые расчеты зенитных ракетных комплексов «С-400». Мишени обнаружены. Расчетами производится захват целей. И, внимание, пуски ракет! Мишени уничтожены. В противовоздушный бой вступают боевые расчеты новейшего зенитного ракетного комплекса «С-300В-4». И вновь мишени обнаружены. Идет захват целей. Пуск ракеты. И вновь мишень уничтожена. Дальнейший удар авиации обозначается запуском двух мишеней «С-3-1А». Программа полета ракеты-мишени выводит ее на высоту 3 километра. В противовоздушный бой вступают боевые расчеты зенитного ракетного комплекса «Бук-М-3». Мишени на курсе. Программу полета выполняют. Боевую стрельбу выполняют боевые расчеты зенитного ракетного комплекса «Бук-М-3». После уничтожения первой цели расчеты выполняют обстрел второй мишени. Зенитный ракетный комплекс «Бук-М-3» является наиболее современным многоканальным комплексом. Все мишени уничтожены. Уничтожение ударных беспилотных летательных аппаратов легкого класса боевыми машинами «Тайфун-ПВО» и наземных целей зенитно-артиллерийским каналом зенитного ракетного пушечного комплекса «Панцирь-С» завершает трансляцию с полигона «Ашелух». Ну что ж, друзья, сейчас возвращаемся на полигон «Алабина». И я прошу обратить внимание на огневые дорожки.